добрый день друзья сегодня мы вместе с вами посетим небольшой городок северу от петербора который называется кролланд очень часто проезжая от петербора к спалдингу мы видели вдали разрушенную церковь и вот только сейчас мы решили съездить и посмотреть на всю эту красоту город кролланд это маленький городок с населением меньше 7000 человек и в городе имеется две основные такие достопримечательности которые мы сегодня с вами посетим городок очень колоритный симпатичный чистенький он конечно перестраивался и не раз но кое-какие здания здесь остались с средневековья и вот сейчас мы посмотрим с вами на очень очень интересное старое здание я не знаю что здесь находится может быть здесь какой-то музей он сегодня был закрытым и туда конечно не попали но мы полюбовались им со стороны и находится он совсем недалеко от цели нашего сегодняшнего посещения кролланда посмотрите на его крышу мало того что здание само по себе старая так еще и крыша соломенная старинная вот такие крыши раньше крылья в англии мы заглянули немного в окна да там что-то выставлено старинная может быть это какая-то галерея или музей но к сожалению закрыта не судьба пойдем тогда любоваться кролландским аббатством эта церковь это кролландское аббатство средневековое которое также в средние века была разрушена разрушена она не полностью вот левая сторона она она целая а правая это руины старинные средневековые руины вокруг церкви собрано надгробия старинного кладбище которое расположено вокруг этой церкви неразрушенные части располагается действующая англиканская церковь приходская церковь мы туда сейчас зайдем и с вами тоже сделаем небольшую экскурсию я захожу в церковь тоже впервые поэтому будем смотреть вместе небольшая но очень такая величественная достаточно светлая вот с такими красивыми потолками сводчатыми с большими окнами на стенах множество различных барельефов и памятных досок сильно с историей я не знакома поэтому могу только догадываться что доски повешены в честь каких-то знаменитых горожан или каких-то аббатов которые здесь когда-то служили вот так выглядел кролланд средние века очень красивые мозаичные окна и очень красивый теплый свет которые проникают через эти окна в саму церковь в церкви в церкви имеется вот такой небольшой окна орган и впереди у нас центральный центральный алтарь очень тонкая резьба очень изящный посмотрите раз бы разве это некрасиво в этой церкви проходят службы она действующая ну а теперь мы выйдем и погуляем с вами уже вокруг церкви пройдемся по развалинам по руинам вот такие надгробия я пыталась в них вчитываться многие просто невозможно от времени уже прочитать а там где я прочитала стояли даты где-то начала 19 века посмотрите как величественно смотрятся вот эти руины я очень люблю гулять по таким местам когда гуляешь по по руинам таким очень старым и начинаешь думать сколько же уже поколений людей лежат вот там где-то в могилах и уже после нас сколько поколений не будет а вот такая старинная церковь будет стоять еще много много веков вот тут прожекторы которые вечерами подсвечивают эту церковь и она очень замечательно выглядит сдалека на нее можно любоваться постоянно и просто не оторвать глаз до чего же это все завораживает ну смотрите розета не красота вот тут старинное кладбище дальше там расположено действующее новое кладбище туда конечно мы не пошли там родственники посещают своих умерших близких а мы любуемся красивейшим зданием на выходе мы увидели вот такие лавочки это пожертвования горожан я уже как-то показывал у нас петербора в парке такие лавки они мемориальные с мемориальными табличками горожане жертвуют городу в честь память своих умерших родственников а теперь мы подошли к второй достопримечательности бекроуленда это тройной мост который построен в 14 веке нашей эры и называется тринити брич построен он был на слиянии трех ручьев сейчас он уже стоит на суше но до сих пор сохранил свою первозданную красоту мы поднимемся по нему наверх и опять же мы идем вот по этой старинной кладке поставить по старинным булыжникам и представляете сколько поколений людей уже топтали эти булыжники мы поднялись на самый верх и вот так вот выглядит этот городок кроуленд сверху вот один спуск второй спуск и третий спуск вот поэтому называется тройной мост пройдем под мостом посмотрите какая кладка какая мощь и сколько столетий он уже выдержал и сколько еще столетий выдержит вот так он выглядит со стороны со стороны он не выглядит совсем большой да он принципе не очень большой но полюбовавшимся мостом мы уже увидели очень такую уютную беккери это булочная где купили вот таких замечательных лягушек пирожные подкрепились и двинулись к машине уже собрались ехать домой ну а если вам видео понравилось обязательно ставьте лайки обязательно пишите комментарии подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии если вам нравятся такие поездки мы обязательно еще с вами куда-нибудь съездим посмотрим а на сегодня до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...